Второй хадис, относительно которого хотел бы с вами сегодня поговорить, дорогие братья, также является великим мирилом ислама. Это хадис, который передает мать правоверных Аиша, что посланник Аллаха сказал, то есть тот, кто ведет в это наше дело, то есть в ислам, то, что не будет из этого ислама, то есть то, что не будет из него, то оно будет отвергнуто. В другой версии этого хадиса, который упоминает имам муслим, говорится, То, кто совершит поступок или действие, на которое не было нашего приказа, то оно будет отвергнуто. Дорогие братья, все мы знаем, что условия поклонений, условия принятия поклонения Всевышним Аллахом, их два. Кто мне их напомнит? Абдур-Рахман. Искренность и правильность, все верно. В данном хадисе о чем идет речь? Об искренности или о правильности? О правильности, все верно. Искренность понятно, это искреннее поклонение Аллаху, искреннее посвящение всех, поклонение Ему. Но правильность, иногда она страдает у многих людей. Ты видишь, как человек может совершать множество молитв, но на них нет никакого указания в шариате. Ты можешь видеть, как люди совершают какие-то глупые действия, на которых вообще нет подтверждения, ни в Куране, ни в Сунне. Надеясь тем самым приблизиться к Аллаху. Они очень обмануты своими делами и очень будут об этом сожалеть, потому что, во-первых, они не найдут никакой награды Всевышнего Аллаха за эти деяния. А во-вторых, они еще и будут наказаны за это, потому что они вносили в религию то, что не является из религии. Хотелось бы отметить, что все деяния, все вопросы в исламе, их можно условно разделить на поклонение и на взаимоотношение. И особо, особо это касается, этот хадис, именно поклонений. Даже некоторые ученые сказали, что это полностью касается поклонений. Потому что в поклонениях мы не можем ничего делать, пока нет на это аята, либо же хадиса от послания Николая. Во взаимоотношениях, наоборот, все можно, пока нет запрета, опять-таки из Курана и Сунны. И хотел в качестве примера привести следующие слова. Определенные действия, являющиеся поклонением в каком-то определенном месте, либо же времени, могут не являться таковым в другом месте или времени. К примеру, стояние. Стояние — это один из столпов молитвы. Если человек может его совершать, он обязан стоять. Стояние в долине Арафа, во время хаджа, также является великим поклонением. Муадзин, когда делает азан, он стоит, при этом совершает поклонение. Все это похвально. Но в других ситуациях поклонение может не быть таковым. И это мой пример из Сунны. Посланник Аллаху Савасалим однажды увидел человека, который стоял под солнцем и еще и постился. То есть мы можем представить себе, что такое стоять под солнцем, поститься. И это очень сложно, особенно в тех странах. Тогда пророк Савасалим сказал, что с ним, что с этим человеком, на что люди сказали, он дал обет Аллаху, то есть он поклялся Аллаху, что будет таким образом соблюдать пост. То есть вдобавок к посту, он еще и будет стоять, еще и находиться под солнцем. То есть два лишних себе дополнительных обязательства придумал в религии и думает, что это его приблизит к Аллаху Всевышнему. На что пророк Савасалим сказал, повелел этому человеку, чтобы он нарушил свой обет, чтобы он ушел с солнца и сел. Несмотря на то, что это нарушение обета, но в этом нарушении обета намного меньше вреда, чем в его соблюдении, чем если бы он стоял, будучи постящимся под солнцем. Из этого ученые делают вывод, что не все дела, которые являются поклонением в какой-то ситуации, могут являться таким же поклонением в другой ситуации. Так как же нам разобраться с вами, что правильно, а что ошибочно? Как нам узнать, чему следовать в наших поклонениях? Как нам узнать, как не сбиться с пути и достичь удовольствия Аллаха в этом вопросе? Ответ очень прост. Нужно обратиться к книге Аллаха и к суньеву посланника, салаллаху алию ассаляму, и во всех вопросах, которые нам не ясны, обращаться к обладателям знания. В таком случае мы будем держаться за крепкую верфь, и, иншаллах, не собьемся с правильного пути, и сможем достичь рая по милости Аллаха. На этом завершаю нашу сегодняшнюю встречу. Прошу Аллаха, чтобы принял ваши посты, ваши молитвы, укрепил ваш иман и наш, и сделал нас из обитателей рая. Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракат. Субтитры создавал DimaTorzok